Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. И какое-то время назад у меня появились два прекрасных биглипа розового цвета. Их цветение я вставила на обложку видео. Один биглипчик я покупала сама, а второй биглип не стал подарком от подруги, от Зои Булгаковой. И во время пересадки, ну в принципе и во время покупки было видно, что они толком без корней. И во время пересадки это, к сожалению, подтвердилось. У меня есть видео об их пересадке. Ссылка на него сейчас всплывет в подсказочках. Ну а теперь давайте посмотрим, каковы же результаты на данный момент, как они себя оба чувствуют. Ну и вот мои биглипчики. Тургор у них теряется, естественно, корней, потому что толком нет. И я знаю, что многие-многие не согласны с моими действиями, когда я отрезаю корешочки в заломах. Но я хочу повторить, я это уже говорила и не раз. Залом залому розынь. Одно дело, когда залом такой, что часть корня висит на одной ниточке, и этот корень, он все равно пропадет. А другое дело, когда залом, это всего лишь трещина на виламине. Естественно, такие корни я не трогаю. Я отрезаю только те корни, которые явно пропадут, которые я уверена уже в своем личном опыте, эти корни пропадут. В моих условиях, в моих, и в принципе, я думаю, что не только в моих, если уж говорить на чистоту. И прошло уже полтора месяца. По-моему, полтора, да. Ну и вот какая картина на сегодняшний день. Почему я стала говорить о корешочках в заломах? Потому что вот корни было с гульки нос. Даже на видео можете увидеть, даже кто смотрел, тот видел, что даже какая-то гроздочка сама отвалилась. Потому что была на той же ниточке держалась. Просто отвалилась сама. Вот вам и залом. И вот те корни, что я оставила, и у того, и у другого, которые тоже были в заломах, кстати, я их не стала трогать, эти корни, я их оставила. Ну и вот, что с ними произошло. Вот он вам результат. Они просто сгнили. Вот. И у этого фаленопсиса они сгнили. И у этого фаленопсиса эти же корни вот по низу, вот они идут. Сгнили все эти корни. Здесь вот корень, не ясно, что с ним происходит, на что он похож. Какой-то он странный вообще, этот корень. Работают только те корни, которые на поверхности, ближе вот сюда, вот к поверхности, культяшки, которые без заломов, от которых я от нескольких как раз-таки вот корешочки в заломах и отрезала. Вот они сейчас до сих пор работают. Но есть и прогресс. И, кстати, хочу до прогресса сказать, что если вдруг кто-то подумал, что они пропали, эти корни пропали от того, что я их якобы залила, из-за того, что они в керамзите, ничего подобного, это не так. Потому что, во-первых, горшочки маленькие. Я с поливом, слава богу, в керамзите нормально дружу. И вообще с поливом вроде как нормально дружу. И в керамзите я их не залью однозначно. И в керамзит я их специально посадила. Как раз-таки в коре их можно залить. Потому что кора, она все-таки дольше, она дольше. Как ни крути, кора просыхает дольше, чем керамзит. Тем более, что кора это живой материал. И когда кора, даже если она просыхает быстро, но все равно в любом случае там происходят свои гнилостные процессы. Это живой материал. Она содержит живую микрофлору. И я специально посадила в керамзит, чтобы... Потому что это нейтральный материал. В нем гниль не заводится. И корни, они отмирают здесь в керамзите от того, что они просто были нерабочие. Ну а плюс... Ну, во-первых, плюс, хороший плюс в том, что культи работают. Который я вырезала. От которых я отрезала эти вот корешочки на ниточках с заломами. Они работают. И вот плюс вот. Корешочек проснулся и уже растет. Растущий корешочек. У этого фалинопсиса растущий корешочек. Так, спрячу его. Так, ну это там культя тоже. И у этого фалинопсиса растущий корешочек. Вот он, вот он. Старенький, страшненький корешочек. Он продолжил свой рост. И вот он, он сейчас растет. Вот. И здесь тоже, у этого фалинопсиса тоже есть парочка культей там, которые нормально растут. А вот если бы я оставила и у них тоже эти вот висячие остатки на ниточках, еще кто знает, как бы и дальше и эти культи работали бы, потому что эта гниль, она может идти и дальше. И эти культяшки могут тоже пропасть из-за того, что корешочек, часть корня гниет. Потому что все-таки это все, ну все равно это патогенная микрофлора, это ну не очень хорошо. В принципе, то, что вот сейчас тут гниет, и то, что в горшочке гниет, старые какие-то корешочки после пересадки, это ничего страшного, это нормальный процесс. Ну, конечно, чем этого меньше, тем лучше, конечно. Ну, хочу сказать, что специально, зная, зная, что корень отомрет, я не стану оставлять корень на ниточке. С меня уже достаточно, моего опыта на это уже достаточно. И я не режу все подряд, я режу только то, в чем уверена, что оно не жизнеспособное. И, слава богу, в этом я разбираюсь. А корешочки виламин с трещинками, с какими-то царапинками, это все я оставляю. И не надо приписывать мне лишних действий по поводу создания, по поводу искусственного создания реанимашек. Такое вот имеется, я в курсе, так что меня это, в принципе, не особо трогает. Ну, каждый человек имеет право на собственное мнение, кто как хочет, так и считает. В принципе, ну, кто хочет так думать, пускай думает. А мои видео, я знаю, что люди, которые так думают, они, в принципе, посмотрят одно видео, не зная всего остального, не видя всего остального, сделают какой-то свой недалекий вывод. И все, как зашли на канал, так и вышли, и пошли дальше в поисках счастья. Ну, и счастье им, найти это счастье им. А те люди, которые вот всегда смотрят мой канал, многие знакомы со многими моими видео, знают мои действия, видят, как орхидеечки приходят в себя, видят, как они дальше начинают расти, что у них всё хорошо. Слава Богу, у таких людей большинство, и я вам всем очень благодарна за это. Спасибо вам всем, мои замечательные зрители, за то, что вы у меня есть. Я всегда буду вам говорить за это спасибо, за вашу поддержку, за ваши добрые комментарии, за ваши добрые, а главное, главное, адекватные советы, потому что комментарий к комментарию рознь, я уже говорила это в одном из видео. Спасибо большое вам. И вообще, это замечательно, что всё-таки нормальных, адекватных людей на Земле больше. И вот благодаря таким людям мир на Земле держится. Спасибо вам ещё раз всем за внимание. И всем пока, всем до новых видео. И забыла совсем сказать насчёт тургора, я не делаю никакие подпорки этим фаленопсисом. К сожалению, я... Ну, наверное, к чьему-то сожалению, я просто не заморачиваюсь. Вот если я вижу, что у орхидеечки тургор, у листа какой-то имеется, и он чуть-чуть вот опускается, вот тогда я ставлю ему подпорочку. Но если все листья вот так вот ложатся, ну, что же, что мне тут вот сооружать вот это вот ещё более страшное... Что-то страшное, зачем оно надо? Тем более, у этой орхидейки они вообще вниз и так смотрят эти листья, их ещё и не поднимешь. И поэтому я не заморачиваюсь на этот счёт. Пускай они растят корешочки, начнут растить новые листочки, а эти все листья, они всё равно со временем отомрут. Причём эти листья, особенно вот нижние, вот по ним уже видно вот нижние листья уже с желтизной. И эти листья, они отмирают очень быстро, желтеют очень быстро, отмирают. Так что она всё равно в скором времени от них избавится. Ну, останутся вот эти верхние листья. Да и, в принципе, то, что они вот так вот лежат вниз, это нисколечко не мешает. Нисколечко особо места не занимает, потому что они лежат вдоль горшочков. Ну, вот такая вот я, наверное, в этом плане немножечко равнодушная в этом плане, в плане построения всяких конструкций. Нет у меня такого таланта. Вот чего нет, того нет. Вот действительно такого таланта у меня нет. Я поражаюсь, когда вижу, как люди придумывают, что-то там делают. Это действительно, действительно для меня вот лично вот это очень интересно. Вот смотрите, какие конструкции сооружают. Но я понимаю, что я сама... У меня до этого как-то... Мне до этого далеко. И уже поэтому как они стоят, так и стоят. Ну, вот ещё вот такое вот дополнение. Спасибо ещё раз всем за внимание. И всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok